Множество образовательного контента на исторические и другие темы ждет вас в онлайн-кинотеатре «Знания». Здесь вы найдете курсы, виртуальные экскурсии и лекции от топовых спикеров. И все это совершенно бесплатно. Ссылка на кинотеатр находится в описании ролика. Китай – уникальная страна во всех отношениях. Один из самых сложных языков мира, уникальная культура и менталитет, и если не самая, то точно одна из самых древних историй государств. Нам, представителям европейской культуры, далекая Поднебесная кажется еще более экзотической и непонятной. Отсюда неудивительно, что она обросла множеством мифов, в которые люди верят и не догадываются о своих заблуждениях. Мы здесь говорим об истории, а потому и разбирать будем именно исторические мифы. Собственно, китайская история и вправду довольно пестрая, потому отличить правду от вымысла простому обывателю бывает очень сложно. Но не переживайте, друзья, мы для этого у вас и есть, чтобы помочь вам с этим. Готовьте миска рис, сажайте кошка-жена за монитор, мы отправляемся в путь. Говоря об истории, давайте начнем с самого начала. Первый миф – древность Китая. Тут мы немного поругаем Китай, так как именно он во многом является источником мифа о том, что он древнейшее государство на Земле. Из ныне существующих государств, в принципе, Китай и впрямь может претендовать на это звание, так как имеет минимум культурных изменений с тех бородатых времен, если сравнивать с теми же Индией, Ближним Востоком и Европой. Однако древнейшим государством в истории Китай точно назвать нельзя. Это звание у него отнимает Египет и Шумер, которые уже 5000 лет назад активно развивались, имели полноценную письменность и вели торговлю друг с другом. И в целом египтяне, живущие в Египте сейчас, общего со своими древними предками имеют не намного меньше, чем современные китайцы с китайцами тех времен. А вот древнейшим государственным образованием на территории современного Китая, которое не вызывает у историков никаких вопросов в плане своей подлинности, является династия Шан, образовавшаяся к северу от реки Хуанхэ в 16 веке до н.э. Это почти на полторы тысячи лет младше того же Древнего Египта. По легенде династии Шан предшествовала династия Ся, существовавшая с начала третьего тысячелетия до н.э. Никаких записей современников нет, как и явных свидетельств развитой цивилизации. Подобные находки относятся только к династии Шан. До нее на территории Китая, конечно, кипела жизнь, но уверенно говорить о государственности не представляется возможным. Китайские историки в большинстве своем дашаньские археологические культуры относят именно к династии Ся, с чем не согласны историки вне самого Китая. В 11 веке до н.э. династию Шан свергает Джоу, во многом от которой и пошли упоминания легендарной Ся. По одной из гипотез, таким образом Джоу хотели обосновать древность мандата неба. Якобы он перешел от Сякшан, а от них к Джоу. Сами Джоу активно вели исторические записи, от них уже можно очень четко проследить дальнейшую историю Китая, которую мы уже подробно разобрали в отдельном видео. Итак, то, что древнейшая, точно существовавшая китайская династия берет свое начало от 16 века до н.э., мы поняли. Китай хоть и не самый, но очень древний. Уже этот факт разбивает наш следующий миф о том, что Китай якобы не умеет воевать. Да, за последние 200 лет Китай не очень хорошо проявлял себя в международных конфликтах. Опиумные войны, раздел Китая между европейскими державами и война с Японией закрепили в умах многих заблуждение, что Китай хоть и огромный, но довольно беззащитный. Спешим вас заверить, что это не так. Да, 19-й и первая половина 20-го века для Китая выдались сложными, но учитывая возраст поднебесной, это крошечный отрезок в ее истории. Не смогла бы столько прожить империя, которая не умеет воевать, не так ли? Вообще, этот миф мы уже подробно развенчали в другом нашем видео, поэтому здесь очень кратко. В принципе, если говорить о древней и средневековой истории Китая, то ни о каком выживании и речи нет. Китай был безусловным гегемоном региона на протяжении тысячелетий. Да, авторитет пошатнули монголы на каких-то 100 лет, после чего были благополучно скинуты. Если говорить о современной истории, то после прихода к власти коммунистической партии, военные успехи КНР пошли в гору. Корея, Вьетнам, Тибет, Индия и еще ряд региональных конфликтов. Во всех Китай показал себя блестяще, будучи порой изначально в проигрышной позиции, и уж точно не должен вызывать никаких вопросов. В качестве последнего аргумента можно привести искусство войны Суньцзы, которое входит в программу подготовки по военной тактике всех современных армий, включая США. Но отвлечемся от войн и перейдем к чему-то более мирному. Следующий миф является ли конфуцианство религией. Сегодня многие полагают, что конфуцианство долгое время было официальной религией Китая, вплоть до прихода ко власти социалистов. На деле конфуцианство – философское учение, разработанное Конфуцием в середине первого тысячелетия до нашей эры. Назвать его китайской религией – то же самое, что назвать учение Сократа и Платона, религией Древней Греции и Рима. Отличие разве что в том, что конфуцианство изучалось в китайских школах вплоть до 20 века, пробыв очень популярной идеологией. По сути, две с лишним тысячи лет. Вообще-то конфуцианство и сейчас никуда не делось и остается очень популярным в самом Китае и за его пределами, но в обязательную школьную программу КНР уже не входит. Сам Конфуций не считал себя философом, а скорее просто учителем, который стремится помочь нуждающимся, а в тексте его учения было сформировано уже его учениками. Это объемная и сложная идеология, которую кратко можно выразить такими фразами, как «Совершенствуй других, совершенствуя себя», «Поступай по справедливости, а не по выгоде», и «Следуй пути неба, ибо все предопределено». В последнем аспекте и прослеживается что-то околорелигиозное. И вправду существует религиозное трактование конфуцианства, которое называется «жу-дзяо», однако в первую очередь конфуцианство всегда воспринималось именно как этико-философское учение, не более. Касательно религии, Конфуций не верил в богов и духов, а само конфуцианство противоречит некоторым традиционным религиозным верованиям. Тем не менее, все эти две тысячи лет конфуцианство с религией сосуществовали. Помимо буддизма в Китае была и традиционная система верований в духов предков, а также идеология небесного мандата, с которой конфуцианство тесно переплетается. Что небесный мандат, что конфуцианство учат определенной социальной иерархии и тому, что у каждого члена общества есть своя определенная судьбой роль в обществе. Собственно, раз заговорили о небесном мандате, давайте перейдем к мифу о поднебесности Китая. Существует очень популярный миф о том, что китайский император претендовал на вообще все территории земного шара, а Китай являлся главным поднебесным государством. Вообще, как бы так оно и есть. Как говорилось ранее, небесный мандат, вероятно, был придуман при династии Джоу для обоснования легитимности власти правящей династии. Грубо говоря, работало это следующим образом. Главная божественная сила в лице неба дает своему наместнику на земле право осуществлять власть над простыми смертными и быть, по сути, отцом народа. Отношения отца и сына, кстати, прописывались в учении Конфуция. И именно эти отношения закреплялись между народом и императором и предписывали взаимное максимальное уважение и почтение. Вроде бы что-то похожее есть у всех монархий, но не совсем. Мандат не просто объяснял источник власти монарха, он также аргументировал переход власти от одной династии к другой. Якобы, если правитель не следует учению, подводит народ и вообще ведет себя некошерно, он подводит небо, его энергия правителя иссякает и мандат перестает действовать. В таком случае народ заслуженно перестает видеть в нем правителя, свергает его и устанавливается новая династия. А почему именно эта династия? Потому что им был дарован мандат. Разумеется, таково решение неба. У монарха есть энергия D, и чем она выше, тем больше и крепче власть императора. Очень простая и надежная, как швейцарские часы, схема просуществовала 3000 лет, и просуществовала бы еще столько же. Мандат может быть только один, а потому и законный и полноценный во всех отношениях монарх тоже только один. Все монархи за пределами Китая по своей сути ниже рангом и неполноценны. Многократно засвидетельствовано, как иностранные послы были вынуждены преклоняться перед китайским императором пуще, чем перед своим, что, конечно, было для многих оскорбительно. Что ж, получается, миф-то и не миф вовсе, а правда? Ну, не совсем. С таким отношением к соседям, очевидно, нормальной дипломатии не построишь, а потому китайские послы все-таки были вынуждены считаться с другими государствами. С тем же Римом, Византией, Персией и арабами Китай очень активно торговал и обменивался знаниями как с равными. Да и сам Китай в некоторые периоды своей истории был раздроблен. Кто же тогда из императоров был обладателем заветного небесного мандата? Каждый считал себя таковым и старался соответствовать и доказать свою легитимность. Тот же император Джен Хэ, отстроивший один из самых дорогостоящих флотов и гонявший от Филиппин до Восточной Африки, таким образом пытался доказать Китаю и всему остальному миру то, что является полноправным обладателем мандата. От древней древности перейдем к современной современности и подумаем, как же некогда аграрный и отсталый во всех отношениях Китай вдруг стал сильнейшей экономикой мира и претендентом на мировую гегемонию. Тут многие скажут, что дело в долгих годах удачной экономической политике и иностранных инвестициях. Как бы не так. На деле инвестиции, конечно, были, но роль сыграли не такую существенную, как в тех же Израиле, ОАЭ и Сингапуре. Западные компании потянулись в свое время в Китай не за перспективой местной сверхприбыли, а за крайне непрогрессивными условиями труда. Ненормированный рабочий день и крайне низкие зарплаты обещали предпринимателям самые низкие расходы на производство, из-за чего тут и понастроено столько заводов американских и европейских компаний. Приток в китайскую экономику от этого, конечно, был, но не первостепенный. На самом деле, своему экономическому чуду Китай обязан преемнику Мао, Дэну Сяопину. Он хоть и не был председателем ЦК, но фактически руководил страной и являлся отцом Китая в современной его форме. Именно Дэн являлся автором так называемого социализма с китайской спецификой. Именно он открыл Китай для мирового рынка. Благодаря этому Китай шаг за шагом самостоятельно поднял свою экономику. Поначалу копируя чужие товары и технологии, Китай научился создавать свои продукты, которые сегодня уже не ассоциируются в мире с плохим качеством. Именно так появились современные китайские бренды типа Huawei, Xiaomi, Havail и другие. Вообще, экономическое чудо Китая мы уже рассматривали в отдельном видео. Горячо рекомендуем ознакомиться, если тема Китая пришлась вам по душе. Досмотрели видео до конца? Партия вами довольна! Прошли по ссылкам к упомянутым роликам? Вы заслужили кошка-жена! Написали в комментариях интересные для вас темы для следующих видео. Плюс 10 тысяч социальных кредитов! Осталось лишь поставить лайк и подписаться. А мы на этом прощаемся. До новых встреч, друзья!